друзья новые ролика с ответами на ваши вопросы собственно сразу приступим к ответам из каких фильмов или проектов вы черпали вдохновение для создания фильма но основные такие референсы да это принципе уже говорил о них это первой части терминатора это чужой это фильм 7 это бегущие полезы ну достаточно много фильмов на различных которые в какой-то степени говорят что у нас похож визуально визуальной части проект на город грехов как раз городом грехов почему тут лично я не вдохновлялся при создании если похоже то не знаю почему как будет вестись работа с локализацией с расчетом на зарубежную аудиторию собственно наш проект он как раз таки создается то есть на зарубежную аудиторию есть определенные правила например как снимают голливуде да то есть проекты голливудские большие фильмы они одинаково интересно там и там и в китае и в австралии в россии там где угодно ну вот то наш проект как мы считаем он тоже создается по тем же канонам и собственно это архетипичная история которая будет интересно всем какой рейтинг будет у фильма ну пока то есть исходя из того материала который у нас есть на 1 то есть мы думаем что наверное это будет 16 16 плюс вот наверное так планируется ли показать каким именно образом утилизатор осуществляет желание и приоткрыть загадочную схему его работы до планируется ну то есть опять таки мы снимаем сразу два фильма да то есть короткий и полный метр короткий является началом полного то есть это по факту 15-20 минут из начала полного метра то есть если говорить о коротком метре до об этих 15 минутах в нем наверное все не будет раскрыто то как работает утилизатор вся схема его работы но естественно будет показано как он действует в полном метре да там уже будет полностью показано откуда берутся вещи как все появляется собственно целиком будет раскрыта технология какого рода съемки будут преобладать натурные или помещения мы на самом деле для себя сейчас вырабатываем схему съемки то есть скорее всего это будет комбинированное то есть и помещение то есть и павильонах то есть совмещать будем частично декорации да то есть с наложением 3d графики вот но если мы будем находить локации которые нам будут подходить да то есть на туру естественно будем сниматься то есть стараться снимать на натуре вот придерживаться больше достоверности следующий вопрос в чем идея вы просите поддержать проект так сказать заплатить за сеанс вперед за то что еще не снято что люди зрители поддерживающий проект получают взамен ну здесь на самом деле мы не изобретали велосипед то есть это называется краудфандинг когда у одних людей есть идея и они предлагают другим людям поддержать свою идею то есть финансово поддержать ее и взамен получить какие-то вознаграждения готовы ли продолжать съемки за свои средства то есть съемки продолжают сейчас мы готовимся к съемке одной из новых сцен и они продолжают тесно за наши собственные средства пока пока мы не собрали средства наших спонсоров на кронфайнинге то есть мы будем тратить свои деньги на аренду камер на декорации но и на многие другие вещи почему бы не проплатить крупным группам для пиара вконтакте может быть создать может быть заказать рекламный щит в городе может быть да но к сожалению это нет денег то есть все это стоит денег мы стараемся все таки работать с теми группами которые нас поддерживают безвозмездно и кстати как раз хочется еще раз сказать огромное спасибо тем пабликом которые оказывают нам содействие и на размещать информацию что вдруг стукнуло в голову режиссеру раз он захотел снять такой фильм собственно всегда хотел снять фильм фантастический фильм какой-то момент просто появились возможности и желания и способности это сделать и вот собственно мы приступили почему шекли шекли потому что ну был интересный какой-то источник литературный то есть мы оригинально тоже историю рассматривали но в какой-то момент просто вспомнили об этом рассказе и помощи как-то в каком-то наверное ролике об этом говорил то есть просто через случайно в машине услышал по радио 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 постановку опять-таки да то есть исполнил этот рассказ перечитал его и как-то все в нем сошлось какую помощь кроме финансовой вы принимаете наверняка найдутся энтузиасты различных специальностей готовые помочь в развитии проекта и тем самым снизить бюджет да на самом деле всю графику вот которая есть в тизере мы создали благодаря команде которая нас безвозмездно поддержал то есть это абсолютно разные люди которые занимаются графикой до компьютерной мы не потратили на графику ничего с этим на самом деле хочется еще раз сказать им огромное спасибо что нас поддержали низкий поклон вот если у вас есть какие-то возможности распространить информацию то есть любой репост а он также важен как и финансовая поддержка вот если у вас есть возможности какие-то в графике вы специалиста тоже будем рады если нас поддержите можно связаться со мной ссылочка есть под видео вот ну и завершение хочется еще раз всех поблагодарить огромное вам спасибо друзья что нас поддерживаете будем дальше отвечать на ваши вопросы пишите в тематическом осуждении нашей группы контакты вконтакте задавайте свои вопросы будем обязательно них отвечать огромное вам спасибо до свидания